Игромания представляет Еще это море непредсказуемо. Иногда эксперты ждут шторма, а случается тихий бульк. А иногда наоборот. Встречайте! Три главных тренда 2016 года по версии Игромании. Третье место. Киберспорт. Российские кибератлеты показали отличные результаты по всему миру. Особенно мы болели за команду «Альбус Нокс Луна», сумевшую выйти в четвертьфинал чемпионата мира по League of Legends. До сих пор это не удавалось ни одному коллективу не только из России, но и из всех стран СНГ. Также в этом году киберспорт в России официально признали спортом. Кстати, второй раз подряд он уже попадал во всероссийский реестр в 2001 году и был исключен оттуда в 2006. Изменится ли что-то на этот раз, пока же только время. Но масштаб киберспортивных событий растет. Достаточно вспомнить финал континентальной лиги в московском Ледовом дворце. А если Международная федерация спорта сумеет добиться включения соответствующих дисциплин в программу Олимпийских игр, то российские команды даже могут отправиться на Токийскую Олимпиаду в 2020 году. Но даже если этого не случится, плотность киберспортивных событий вполне тянет на тренд. Третья строчка в рейтинге Игромании. Второе место. VR Шлемы виртуальной реальности существуют уже много лет. Но именно в 2016 году произошел качественный рывок, и на рынок массово повалили модели от разных компаний. Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR. И хотя никто из производителей не сумел перевалить за отметку в миллион проданных устройств, Sony подобралась к этой цифре достаточно близко — 750 тысяч. VR-шлемы перестали быть забавной диковинкой с выставки и стали полноценным рыночным продуктом. Конечно, революции не случилось, но о VR говорили весь предыдущий год. Разработчики получили новое поле для экспериментов, и сейчас в сотнях студий по всему миру кипит работа, результаты которой мы увидим в течение пары лет. Тогда и раскроется потенциал нынешнего поколения шлемов, и мы оценим его в самое ближайшее время. Вскоре после выхода мобильной игрушки от Niantic мир охватило безумие. Покемоны были везде. Их ловили наши друзья, знакомые, коллеги. О них говорили в интернете, по телевизору, писали в газетах. Pokemon Go стала самой скачиваемой мобильной игрой в США и одной из самых успешных игр в истории. Ее будут изучать студенты-маркетологи, а разработчики будут тщетно пытаться повторить ее феноменальный успех. 14 миллионов долларов за неделю, 200 миллионов за месяц. Акции Nintendo взлетели в цене на 86%. И пусть сама игра оказалась в итоге почти пустышкой, Несмотря на это, она оказала игровой индустрии огромную услугу, доказала состоятельность и огромный потенциал дополненной реальности как формата. Нас наверняка еще ждет множество игр на основе AR и серьезные изменения в самой концепции мобильного гейминга. Ведь если VR требует специальных дорогих девайсов, то мобильный телефон есть у всех. Дополненная реальность, получившая вторую жизнь на волне успеха Pokemon Go, лидер игровых трендов 2016 года. На этом все. Оставайтесь с нами, смотрите следующие бонусные номинации и играйте только в лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова